Шелом! Сейчас я поведу о последних моих впечатлениях от игры в World of Warcraft Legion X100 на пиратском сервере World of Beasts. До этого я играл на одном пиратском сервере от тех же разработчиков, только в Пандарио, и не особо был доволен. И на том пиратском сервере я играл за Орду, и поскольку это был новый сервер и новые правила, я решил попробовать впервые поиграть за Альянс. Как для персонажа я убил себе Ночного Эльфа, и все было довольно таки хорошо, хоть я качался за Ночного Эльфа впервые, но прокачка далась довольно таки легко. Поэтому, особо не жалуюсь, я перешел на стартовый квест World of Warcraft Дренор. На тот момент у меня был 90 уровень, и в принципе все начиналось довольно таки хорошо. Там были квесты на собирательстве, но я их выполнил довольно таки быстро, хотя там стоял как минимум по человеку 5. Но я столкнулся с огромной проблемой. Повсюду была Орда. За то время, на которое я наиграл на Дреноре, а именно полчаса, меня убили где-то раз в 20. Я понял то, что мой выбор играть за Альянс был глуп, и я решил снова играть за Орду. За все время я наиграл 7 часов, и 7 часов я потратил по опусту. Но что ж поделать, это суровые правила пиратки. Но перед созданием нового персонажа, я решил отправить пару гневных писем к тем игрокам, которые меня убивали. Прокачка нового персонажа заняла не так много времени, поскольку все пути, которым я прокачивался, были мне знакомыми. Но когда я докачался до 90 уровня, и начал выполнять квест Дренора, я осознал огромную проблему. Там много Альянса. Это был огромный коллапс, поскольку создавать проектировать персонажа за фута нейтральную расу, или за демон Хантера, как-то не особо горелся желанием. Поэтому потом и кровью, мне пришлось выполнять все данные квесты. Докачавшись до 110 уровня, меня встретила довольно-таки дружелюбная гильдия. Там было не так уж и много человек, но все люди были довольно-таки хорошими. Наверное, одной из самых глобальных проблем в данной пиратке является количество багов и вылетов. Чтобы вы понимали, на каждые 20-30 минут игры, игра вылетает где-то 1-2 раза. Также частый баг является тем, что после вылета игры, вы как раз здесь никому в неведомом месте, в котором никто ни разу не был, и летите непонятно куда. Сервер, как для пиратки, он довольно сделан неплох, но проблема остается в багах, в поставленных вылетах и дисбалансах фракций. Играть на данной пиратке легко, и в принципе можно. В игре часто можно встретить хороших друзей, или потных задротов, но ведь в каждой игре есть свой недостаток.